Добрый день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. А вот в прямом эфире сейчас у нас на связь посредством зума выходит Игорь Смэй. Добрый день. Добрый день. Да, я знаю, наши радиослушатели знают, что вы внимательно следите и за теми актуальными политическими событиями, которые у нас происходят в стране, и за такими интересными поворотами. Ну, наверное, с этого поворота я хотел бы начать. В понедельник Рижский окружной суд вынес, ну, посуществует первый приговор, потому что наверняка он будет обжалован следующей инстанцией в отношении Айвара Лэмборга. И кто-то уже говорит о том, что это такое, ну, может быть, историческое решение это слишком громко сказано, но многие говорят о том, что вот на этом, ну, завершилась или закончилась целая эпоха, поскольку никто, наверное, не будет отрицать, что господин Лэмборгс был, ну, может быть, еще и остается одним из самых влиятельных политических деятелей Латвии. Как вообще это восприняли? Были ли вы готовы к такому повороту событий, что вот такого человека прямо арестуют в зале суда и признают виновным? Ну, как вы все это оцениваете, будучи, кстати, юристом по образованию, здесь важно отметить. Я начну ответ на ваш вопрос как раз в последней части. Как юрист я могу просто сказать, что да, это первая инстанция. Как юрист я удивляюсь, зачем надо было менять меру пресечения на заключение под стражем, потому что Айвар Лэмборгс не является ни убийцей, и какого-то такого угрозы не представляет общество, да. То есть вряд ли он бы подался в бюга, да? Вряд ли бы он убежал бы и скрывался бы где-то, да? Да, и будет, конечно, апелляция в том же окружном суде, конечно, с другим составом судей. Ну, потом касаться еще, если что, да, но это уже больше смотрит на процедуру, были ли какие-то нарушения. Так что, в принципе, это юридическая часть этого дела. Что касается, назвать ли это эпохальным событием в рамках Латвийской республики, я думаю, что да. Потому что, ну, посмотрим, 90-е годы, да, начинается возобновление Ренсковского порта, да, идет серьезные разного вида грузы, не только нефть, дизельное топливо, но и другие грузы, да, через Ренсковский порт. И такие огромные деньги по тем меркам, да, когда 10 тысяч долларов в 90-е годы, особенно в начале 90-х были огромные деньги, ни у кого не было, да. И, конечно, я бы назвал, не назову только Айвара Лэнбергс, но вообще Венсковская группа, она, конечно, стала очень влиятельной. Потому что они сразу уже поняли, да, на чем они сидят, как этим надо пользоваться. И, конечно, и влияние на политику у них было намного больше, чем у других. Потом, конечно, появился Щелы, да, который занялся немножко другой отраслью, да. Это было все, что связано с сельским хозяйством, переработкой перерабатывающих предприятий и так далее, да. Ну, там были, конечно, еще другие какие-то ветки. Ну, конечно, в этой кахорте Айвара Лэнбергс со своими соратниками были, ну, более таких... Особенно в 90-х годах более серьезных позиций. И он пустил корни, конечно, серьезно в политику, и не только в союз зеленых и крестьян, да, как бы, который всегда ассоциировался с ними, но и, конечно, и в другие партии. Но здесь, как бы, сыграла с ним плохую шутку, да, что он, наверное, какое-то время, ну, не понял, какое влияние начинается в Латвии со стороны Сороса и клуба, как я уже называл эту компанию. И он очень за эти годы сплетел такие тут сети, да. И мы уже видим, что, в принципе, Сорос взял под себя всю политику Латвии, то есть средства массовой информации. Вот, и здесь Айвар Лэнберг где-то этот момент пропустил. Ему... Он думал, что 100 миллионов – это очень большие деньги, да, а против 100 миллионов, против, там, миллиарда, оказывается, не такие, да. Ну, как-то так. Так, чтобы завершить эту тему Лэнберга, все-таки многие считают, что здесь дело не только и не столько, там, не знаю, в Соросе, а еще и в таком, не знаю, объективном процессе пришло целое поколение молодых политиков. Ну, посмотрите даже вот там на правительство. Вот 29-летний министр появился, да. И вполне возможно, что даже если отбросить там вот какие-то внешние факторы, вполне возможно, что это новое поколение, ну, которое по существу не жило в советское время, даже родилось уже в независимой Латвии, она может задать такой вопрос. Подождите, подождите, а почему вот этот человек, там, не знаю, и советская партийная номенклатура еще здесь на что-то влияет, имеет какие-то бесконечные, там, объекты недвижимости. А давайте устроим передел. А может быть, это тоже фактор, а не стоит сбрасываться с счетов? Я думаю, что как раз вот неадекватно молодые люди, которые сейчас уже занимают серьезные посты в политике, есть достаточно большая проблема для Латвии, потому что ими как раз манипулируют, и они сами, у них нет ни жизненного опыта, ни какого-то понятия глубокого в бизнесе, да. И здесь нет хороших и плохих, да. Я не говорю, что там Айвар, там, святой, да, ну, смотрите, тот же Мирони, там где-то против него тоже, я так понял, уже начали уголовное преследование, которое держал его собственность в своих руках, да. Это же огромный день. Что-то удивительное, да. Здесь просто надо отбросить там иллюзии, поколения, там, молодые, старые. Здесь идет реальная жесткая борьба за деньги. За большие деньги. За движимость. И те люди, которые владеют информацией, где что лежит, и как надо сделать, чтобы это перешло в одни руки в другие, конечно, выиграть те, у которых есть политическое влияние. А те мальчики, девушки, которые выставлены вперед, это просто те, которые озвучивают что-то, они просто, ну, как куклы в театре. Я их особенно серьезно не воспринимаю. Если мы говорим о политических последствиях, на ваш взгляд, что будут делать прежде всего, что будет делать Союз Зеленых и Крестьян? Мы помним, что отдельные политики Союза Зеленых и Крестьян, даже еще до приговора говорили, что надо как-то отмежеваться от Ленберга. Помните, данная разница Озола, особенно даже открытые письма публиковала. Правда, сейчас она уехала и ушла, уехала в Швейцарию работать вот в эту федерацию международную, федерацию шахмат. Или что будет делать Союз Зеленых и Крестьян, на ваш взгляд? Если чисто юридически или с точки зрения партии, то есть правление партии уже высказало свое мнение, что мы считаем, что это процесс, не сам процесс, а вот особенно меры пресечения, то есть то, что сейчас арестовали его, Айвара Ленбергса, это политический чисто ход со стороны тех сил, о которых я в минуту назад говорил. То есть вы, в принципе, думаете, что Зеленым и Крестьян накануне муниципальных выборов не очень было выгодно даже политически сейчас отмежевываться от Ленберга и говорит о том, что ну все, мы теперь дальше сами? Знаете, я человек, который какой-то, ну, вводя, я живу по принципам, да, которые мне понятны. И опять-таки, да, я считаю, что в нормальном обществе, да, каждый, ну, все-таки борется за свои, да, или в рамках семьи, и в том числе в рамках государства. И просто, ну, то есть есть суд, пусть он занимается, но просто предавать своих уже исходя из каких-то корыстных интересов, ну, мне кажется, что это подло. Понятно. Ну что ж, к другим, может быть, темам не менее важным, вот рейтинги, которые вот недавно были обнароданы, доверие, если так можно сказать, к правительству, показали самый низкий результат, я так понимаю, что правительство Кайнича настолько непопулярно, что даже по этой непопулярности победило или опередило даже те правительства, которые были в очень тяжелые годы, начало 90-х. Вот, с одной стороны, вроде бы, есть и объективные основания, но пандемия, она во всех странах вызывает недовольство, мы видим, люди выходят на улицу, протестуют, поэтому здесь в Латвии вроде бы не исключение. С другой стороны, и ошибок накопилось вот во время этой пандемии уж слишком большое количество. Как вы это сами оцениваете? Как вам это видится? Я думаю, определимся в понятиях. Я, господина Левитса и господина Каринча, я считаю, что это представители колониальной администрации, я не считаю, что они, их волнует, то есть, будущее Латвии, и, в принципе, я думаю, что если они что-то будут править до следующего Сейма, мы получим такую разруху, что мало не покажется. Это если мы в целом говорим, да? Да, если мы в целом говорим, потому что они жить нам не дадут. Это надо понимать, и под предкрытием пандемии просто уничтожается, особенно малый бизнес, это возможность людям нормально зарабатывать, жить, смотреть будущее с какой-то более-менее уверенностью. Так что я считаю, что если ничего не произойдет, опять-таки, мы обречены. Ну вот господин Левитс, упомянутый вами в Суе, вчера после встречи с премьер-министром заявил о том, что вообще министрам-то нужно взять на себя ответственность, если вдруг вот их предложение, ну, к примеру, об открытии этих маленьких магазинчиков приведут к росту заболеваемости. Сейчас многие эпидемиологи говорят о возможности какой-то третьей волны заболеваемости, тем более, что вакцинация идет в Латвии, как мы знаем, очень медленно. Вот как вам, как вы это оцениваете? Понимаете, чем меньше становится экономики, чем она больше сжимается с каждым годом, тем больше есть политики, да, есть пропаганда, которая нам говорит что-то, во что мы должны верить. У нас все время мы слышим, что отзывается на экспертов. Я как-то этих экспертов особенно много не вижу, да. Если вот какое-то принимается решение, значит, эксперты придумали. Эксперты придумали, что не надо продавать детскую одежду, колготки, обувь, да, или какие-то другие промышленные товары, что маленький магазин очень, особенно где-то в провинции, он опасен. Я просто уже не вижу ни логики, ни здравого смысла во всем этом. Да, здесь тоже интересный вопрос. Ну, если представить, что есть какой-то маленький магазинчик одежды, ну, ограничите количество людей, которые могут там одномоментно находиться. Ну, зайдут туда один или два человека. Ну, и в чем тут опасность, если они в маске? Мы же сами говорим о том, что маска надежно защищает. Если она не защищает, зачем мы тогда все носим эти маски, да? То есть здесь, наверное, не хватает еще у правительства какой-то последовательности. Видите, если вас втягивает риторику, где изначально уже поставлен вопрос нелогичен, да, ну, то есть он абсурден, и мы это обсуждаем. Тут нечего обсуждать. Это просто, я говорю, тут совсем другие цели. Они просто издеваются над страной, над своим населением. Вот сейчас все время анализируют и социальные партнеры, и профсоюзы, и работодатели об эффективности тех или иных мер поддержки во время вот этой пандемии. Ну, вот я так понимаю, что Латвия до недавнего времени, по крайней мере, никакой щедрости не отличалась, в отличие от целого ряда других стран Европейского Союза, где и пособия были в разы больше, и поддержка бизнеса была намного щедрее. Вот сейчас какие-то попытки поменять ситуацию к лучшему предпринимаются. По крайней мере, наверное, в марте все-таки будут выплачены эти пособия на каждого ребенка. Еще есть какие-то предпосылки для того, чтобы пенсионерам дать какую-то вот единовременную помощь. Или вы думаете, это уже особо ни на что не повлияет? Ну, что такое 500 евро? Ну, то есть, ну, месяц-два, ну, от силы три на ребенка. Я думаю, что будет, если ничего не поменяется, какое-то чудо не произойдет, будет третья, четвертая, пятая, шестая волна. Это может затянуться годами. Я уже как-то... Мне спрашивали, а что делать? Ну, я очень радикален, потому что я не депутат Сэйма и не работаю в каком-то министерстве. Можете себе позволить. Да, я могу позволить себе это говорить. Единственный выход, да, сейчас радикальный, это если оппозиция бы сложила свои мандаты, да, и призвала людей, то есть, ну, реально на забастовки, да, вот что-то вроде этого. Я думаю, что иначе мы не поломаем, потому что оппозиция всеми там, конечно, она, ну, там что-то борется за какие-то там пункты, за кому-то там дать дышать больше, да, там, чтобы что-то происходило. Это, конечно, ну, очень хорошо, но, в принципе, эту тенденцию это не поломает ни в коем случае, потому что куда это все ведет, мы уже на данный момент достаточно четко видим. Когда вот мы обсуждали несколько минут тому назад вот эту ситуацию вокруг приговора Лэмберга, вы сказали такую интересную такую вещь, знаковую, по поводу, вот, пример, Венспорского порта, наверное, то же самое можно сказать и про Рижский порт. Были времена, когда у нас с транзитом было, ну, более-менее все благополучно. Сейчас как раз, наоборот, все неблагополучно. Есть ли какие-то вообще варианты, на ваш взгляд, объективные для того, чтобы все-таки вот эту отрасль транзит и логистика традиционную для Латвии каким-то образом оживить? Потому что мы видим, что сейчас происходит по этим цифрам катастрофическое падение грузопотока как по всем портам латвийским, так, естественно, и по железной дороге. Железная дорога там периодически, мы слышим, что там оптимизирует, увольняет людей, распродает там на металлом какие-то ненужные уже рельсы. Ну, как долго это будет продолжаться? Ну, истинный хозяев нашей страны, а я считаю, что это наши внешние кредиторы, это особенно не волнует. Так что они нам все время подкидывают какие-то деньги, которые, ну, то есть вот те же 4 миллиарда, которые так и толком никто не объяснил, куда эти деньги ушли. Я считаю, что все это, о чем вы бы спрашивали, это зависит от, какие у нас отношения с соседями. Если эти отношения никакие, то, в принципе, там никакого, ну, я надежды не вижу, чтобы эти потоки грузов возобновились. Так что мы пока, вот уже, я читал вчера, мне кажется, наш руководитель Банка Латвии сказал, что каждое 5 евро у нас, который крутится, это занятые. Да, заемные, да, правильно, да. Так что у нас будет как такого, ну, больного, который находится в коме, да, его все время что-то так, кислород его поступает, чтобы он совсем не умер, но, в принципе, я не вижу, откуда в этой стране будет генерироваться налоги, деньги, да, при вот всем этом, что мы сейчас видим. Мне кажется, недавно только что наш такой известный врач Эблес тоже сказал, что от всего остального, что связано с этой пандемией, будет намного больше проблем, чем сама пандемия их нам не подносит. Говоря об отношениях с соседями, вы наверняка имели в виду Россию и Белоруссию, да? Ну да, у нас карту пока еще никто не поменял, с Литвой, Эстонией, мы как бы находимся в одном пространстве. Да, что касается, действительно, России и Белоруссии, вот, наверное, ваши оппоненты могут сказать, ну а что же делать Латвии, как, не знаю, демократической стране Европейского Союза, как же ей не реагировать, там, не знаю, на ситуацию в Белоруссии, там, не знаю, на ситуацию с Навальным в России, и вот такие аргументы звучат, и для тех, кто вот приверженец, не знаю, там, западных ценностей, это очень весомо. Я так понимаю, что вы придерживаетесь другой позиции. Мне всегда нравился пример Финляндии. Уже как-то 90-е годы, когда мы получили, ну, независимость, да, как-то, ну, было уже возможность ехать в эту страну, которая не обладает огромными ресурсами, там, нет у них ничего такого, ну, как, чтобы так спокойно жить, как, которые сидят на нефти, на газе. Но они, посмотрите, за, после царской России, как они себя вели, когда они получили тоже независимость. Когда надо было воевать, они воевали. Когда Советский Союз хотел их тоже сделать 16-й республикой. Ну, и когда они отбились, тогда они начали торговать, да, и полностью пользоваться всеми теми преимуществами, в том числе географическими, чтобы получать максимальную выгоду. Мне кажется, вот это есть адекватное поведение. То есть, в принципе, вы не сторонник вот этого санкционного режима. Я почему спрашиваю, поскольку мы знаем, что, ну, к примеру, позицию МИДа Латвии, министра национальных дел, который заявляет, он один из первых заявил о том, что надо ужесточить санкции в отношении России и в связи с Навальным. Знаете, я опять-таки говорю, маленькое государство, которое есть население там меньше двух миллионов, оно все равно ничего в большой политике не играет. А то, что она теряет, когда она идет, и тогда, если, ну, у нас есть вот какая-то такая вот роль рупора отдана, тогда нам просто надо понимать, что за это надо тогда кому-то платить. А если мы просто все время гробим сами свою экономику, гробим те возможности, которые нам Богом даны, географические, ну, в том числе, да, то тогда это надо компенсировать. Но никто же нам не компенсирует это. Мы только понимаем, получаем еще новые деньги взаим. Вот и все. Да, по поводу денег взаим. Опять-таки, ну, мы знаем, что, наверное, очень многие страны живут в долг. Да, вот с одной стороны. С другой стороны, понятно, что страна маленькая, уровень ВВП у нас тоже соответствующий. Как мы все это будем отдавать? Или это уже сейчас никого не интересует? Ну, и опять-таки, немножко параллели с бизнесом, скажу. Ну, представьте, я занял, скажем, миллион евро в банке. У меня, скажем, производство, которое работает в полной мощи. Я знаю, что, в принципе, в течение пяти лет я эти деньги верну. Но если я беру те же самые деньги в долг, где нет ничего реального, то, в принципе, я никогда эти деньги не отдам. Вот где разница. И если посмотреть, там, скажем, да, есть страны, где там 100 и больше процентов внешней долга от валового продукта, но у них реально живет экономика, там реально что-то делается, они способны рассчитаться, да, ну, скажем, с этими же самыми кредиторами. Но я не вижу, как Латвия, да, сможет отдать уже там 13-14 миллиардов, которые мы заняли. И, в принципе, это деградирует всю нашу среду. Вот в чем проблема. Вы представьте, что вы, ну, скажем, работали бы в фирме, да, вы можете ничего не делать, как вам там надо опять за что-то платить, вы можете взять деньги, да, опять их, скажем, ну, и какое-то время жить, да. Наша вот элита так и живет. Они, вот, у них все хорошо. Я читал, что опять им там собирается зарплату повышать, что они мало получают, они там неконкурентоспособны с частным сектором. Ну, не знаю. Да. Вот что касается еще вот этого бизнеса, малого бизнеса, все-таки ведь, как вам кажется, если вот кислород пустят, да, ведь рано или поздно, что бы там правительство не хотело, но все равно уже три месяца мы живем в такой чрезвычайной ситуации, ну, сколько можно держать те же маленькие магазины, целый ряд, не знаю, автосалонов, сколько их можно держать закрытыми? Полгода же вряд ли, мы же не Германия, у нас нет никакой промышленности, нет этой подушки безопасности. Вот рано или поздно это все откроется. На ваш взгляд, насколько вот затяжным будет экономический кризис? Ну, как минимум пять лет. То есть вы даже настолько пессимистичны? Да. А вот интересно, что Министерство финансов, ваш пессимизм не разделяет, вот повторник был такой прогноз Министерства финансов, который был представлен правительству, вот где они говорили о том, что в следующем году уже рост ВВП достигнет 3,5-4 процентов. Ну, если они могут обосновать за что, не просто, ну, что-то утверждать, но и обосновать, за чей счет это произойдет. Да, хороший вопрос. Потому что в латвийской политике очень много есть утверждений, которых по низу нету обоснования. Они в детали не входят. Как ты, если ты хочешь уже говорить о деталях, они уходят, потому что им же нечего ответить. Ну, скажем, ну, транзита нет, банковский сектор, какой он был, его нет. То есть, а мы идем куда? Мы идем в сторону. Посмотрите, вот тот же, я его называю, закон, который они хотят продвигать о репутации предпринимателю. Если у него, скажем, плохая репутация, может ему отнять активы. Ну, я не говорю даже о той процедуре, которой я там поинтересовался, каким образом это будет происходить. Второй закон. Смотрите, там, если у вас что-то более старое, чем 100 лет, там, что-то дома, там, мотоцикл, не знаю, карета, монеты, там, мебель, картины, ну, то есть, это может быть уколовно-преследование. Что это такое, по-вашему? Это означает только то, что здесь развиваться ничего не будет. Значит, если развиваться ничего не будет, тогда идет еще под молоток тот ресурс, который находится в частных руках. Ну, те же самые предприниматели, которые владеют какой-то недвижимостью, какими-то реальными вещами. Все же сейчас видно, вземь из грамот, там, в банковских счетах. И я уже много лет, ну, назад немножко предупреждал наших этих банкиров местных, да, но если вы не начнете думать, как начнет и этой страны, не только то, что это у вас какое-то, ваше место проживания, вас тоже отнимут, да, и потом посыпались. Трастокоммерсбанк, Айска, область банка, да, где они сейчас, да, где? И сейчас я хочу предупреждать и тех местных предпринимателей, у которых еще есть какие-то более серьезные средства, что до вас тоже доберутся. Вы что, вы думаете, что вам это все оставит? При этом алгоритмы этого не будет. Это просто надо понимать. Да, вот такой пессимистический прогноз. Но я так подозреваю, что если спросить вот у Министерства финансов, о котором мы говорили, как они обоснуют, не исключено, что они тоже надеются, опять-таки, на вот эти гранты, которые обещает Брюссель, в рамках вот этого европейского фонда, так он называется, оздоровления и устойчивости экономики, где нам обещано минимум 1,6 миллиарда в виде грантов. Правда, уже когда мы видели, как чиновники его поделили, там в основном муниципалитетом, государственным структурам, опять-таки, на частный бизнес, там хорошо, если 15-17 процентов дойдет. Опять надо понимать, что эти деньги распределяются между теми, которые находятся под полным контролем, идеологически и политически. Бизнес, малый, средний, более-менее там большой, да, но эти свободные люди, они не находятся в этой системе, да, и если и что-то до них дойдут, это или приближенные, да, но это не основная масса. Но это надо понимать. То есть надеяться на эти грантовые деньги, что они помогут малому и среднему бизнесу, оно не стоит, да? Не знаю, я что-то не верю всему этому, смотря как это все развивается в последнее время, особенно что касается этих грантов. Вот тоже интересно, когда вы упомянули вот эту историю с молодыми политиками, с одной стороны, вроде бы хорошо всегда, что какое-то омоложение происходит, свежая кровь. Помните, как многие радовались, вот когда прошли выборы три года тому назад в Сейме, и все говорили, ой, смотрите, состав парламента обновился на 60%. Потом, правда, многие поняли, что вот когда приходят совсем неопытные политики, они потом еще год или два вообще пытаются понять, куда они пришли. Это тоже не очень хорошо для развития страны. С одной стороны. С другой стороны, ведь они не сами туда приходят и садятся. Значит, избиратели так голосуют. Смотрите, наши любимые западные страны, вы там видите молодежь государственных каналов или серьезных коммерческих каналов там, ну, по 30 лет, но там все-таки сидят люди 50, ну, хотя бы, ну, 45-50. Что уж там говорит про Соединенные Штаты. Да, и да, и все-таки, ну, это... Просто там уже было уже давно исследование, если человек не достиг какого-то определенного возраста, да, то то, что он говорит, не воспринимается всерьез. Разве там в политике, ну, скажем, посмотрите, любую страну там есть, там, ну, 25-30-летние еще, да, но они где-то там бегают по министерствам, бумаги носят, чего-то учатся, этот опыт набирает, но они не находятся на главных должностях. Значит, все-таки есть какой-то жизненный, да, опыт, когда уже человек достигает какой-то зрелости, и ему можно доверить, управлять более серьезными вопросами. Но так как они сами решения не принимают, то есть им просто дают какую-то вводную, что надо делать, то, в принципе, для этой функции, вот то, что тех людей, которых вы называете молодыми политиками, для этой роли они как раз и годятся. Вот интересно то, что вы сказали по поводу возраста. Действительно, если мы посмотрим на нашего стратегического партнера Соединенные Штаты, да, ведь, ну, понятно, что президенту 78 лет, многие так с усмешкой к этому относятся, но с другой стороны, все-таки нужно понимать, что как раз то, что вы сказали, что он прошел все ступени от рядового до генерала, да, то есть он действительно 25-30 лет, там, не знаю, бумаги носил и кофе кому-то подносил, потом он прошел все ступени, был сенатором, был, кстати, вице-президентом, то есть ниоткуда он не взялся, в 29 лет он бы никакой весомый пост Соединенных Штатов бы не смог просто занять. Ну, все правильно. Потому что раньше, видите, была какая-то все-таки школа, как готовились, ну, руководящие кадры. Это была, там, в советское время высшая партийная школа. Я помню, ну, в начале 90-х, да, был Институт международных отношений Юриса Бойерса, да, который готовил наши первые дипломатические кадры. Ну, если сейчас вот задать вопрос, а где готовятся политики? Я не говорю, что там есть, ну, там, предметы политологии, там, там, ну, учат юриспенденцию, экономику, да, вроде бы, ну, этого бы хватает. Я все-таки считаю, что серьезная политика, это, во-первых, может быть только в стране, которая самостоятельна. Если страна не самостоятельна, она только выполняет чужую волю, ну, возьмем тоже Министерство финансов, да, ну, скажем, как учреждение исполнительной власти. Ну, если эти люди, которые сидят, им все время дается какие-то указания, что делать, да, ну, какая-то, может быть, самостоятельная политика, и тогда и нужны люди, которые, ну, не являются самостоятельными личностями, которые только есть исполнители. Да, вот что касается президента, верите ли вы, что в ближайшие годы все-таки мы перейдем вот на всенародные выборы президента, поскольку, ну, все опросы на протяжении, если мне память не изменяет, чуть ли не 20 лет, показывают, что подавляющее большинство латвицов именно за такую модель? Если произойдет в мире какие-то серьезные изменения, ну, в том же Евросоюзе, мы не знаем, то есть, мало ли, мы сейчас не верится, что он может рассыпаться, да, в один день, но пока мы не будем самостоятельной страной, это невозможно. То есть, в принципе, вы не ожидаете вот таких глобальных перемен, да? Как раз вот это все возможно. Посмотрим. Я и сейчас, мир стал настолько хрупким, да, и особенно после прихода власти президента Байдена в Соединенных Штатах Америки, опять начинаются какие-то уже такие, ну, риторика, что надо там ценности в другие страны свои привозить, да, они особенно, ну, как мы знаем, приносятся с бомбардировками и армией, да? Так что, я думаю, что может начинаться какие-то новые конфликты между странами, да? И я не знаю, чем это может закончиться. Как-то мне так, ну, немножко некомфортно в этом плане. Мне нравится президент Дональд Трамп, потому что, бывший президент, что все-таки он не развязал ни одну новую войну. Я аж насчет Байдена в этом уже не уверен. Ну, может, Байден в силу все-таки возраста будет осмотрительный. Ну, посмотрим. Это мы увидим. Возвращаясь вот... Я, ну, ремарку скажу. Знаете, вот такой возраст, такой уже у Байдена, да, тут есть и побочные эффекты. Он может и не понять, что он подписывает. А, даже так, да? Ну, такие прогнозы тоже были, когда он вступал в должность, но будем надеяться, что все-таки он это поймет. Возвращаясь все-таки в Латвию, в наш дом, вот вы верите вообще в какие-то протестные движения? Мы знаем, это такая уже традиция латвийская, перед каждыми выборами, будь то в самоуправлении, особенно выборов в Сейм, появляются какие-то новые партии. Часть из них потом так вот бесследно же исчезают. Ну, вот сейчас громко заявила себе Гобземс, ну, который точно уже не новый политик, он все-таки депутат Сейма. Тем не менее, вот он создал новую партию, даже вывел пару раз людей на улицу. Сейчас вот, я так понимаю, вокруг него даже несколько там независимых депутатов тоже. Вы верите вообще вот в такого вот спасителя на белом коне? И есть еще, я так понимаю, предпосылки для создания еще, парочки новых партий. Вот как вы это оцениваете? Видите, если еще останется у наших истинных хозяев страны желание вот все это, вот как это эта система, она до сих пор работает оставить, да, то в принципе поменяются опять новые лица, да, они-то войдут в политику и будут сидеть в Сейме. Но я не уверен, что эта политика поменяется, потому что долго нам никто не спишет, и это все будет продолжаться. но, как мы знаем, 5 июня должны произойти выборы самоуправления в Латвии, и это будет первый уже такой сигнал, будет ли эти выборы в это число или не будет. так что я не даю то, что может и выборы 14-го Сейма не быть, да, я не говорю, что так будет, но такую возможность я не исключаю. Да, очень много может быть сюрпризов, которые на данный момент кажутся невероятными. если кто-то в 2019 году бы говорил, что надо будет там проблемы быть с парикмахером и сходить там какие-то получить другие услуги, никто бы не верил, да, что все будут ходить в масках, что каждый день там будет пропаганда нам бить по голове там сколько там новых заболело, умерло и так далее, это было какой-то страшный сон. Сейчас на данный момент это реальность. Я говорю, пока будут у власти те силы, которых мы каждый день видим, то есть я говорю о коалиции и премьере и президенте, никаких изменений в лучшую сторону я не жду. Да, вот интересно, в 2019 году еще иногда не все верили, что Иричскую думу распустят, но потом действительно вы правы, здесь очень много сюрпризов. Кстати, выборы в Иричскую думу неочередные тоже переносились аж три раза и потом в результате они состоялись не в апреле, как планировалось изначально, а 29 августа. Так что не исключено, что и муниципальные выборы потом перенесут. Видите, есть только один нюанс, что так как будет уже выборы в рамках тех административных территорий после реформы, то ну как бы по логике они должны были бы состояться, иначе зачем же тогда нужно было делать эту реформу. Это как бы ну кстати, да, все-таки напомнишь, что 41 самоуправление, вот будет выбор в 41 самоуправлении, 42 это Рига, там не будет выборов, но кстати, интересно, вот такой последний ремарка, что все-таки, как мы знаем, целый ряд самоуправлений обжаловали вот эту реформу в конституционном суде, поэтому надо еще дождаться, чем это все закончится. Да, подождем, увидим. Но ваша оценка пока достаточно пессимистическая, да, то есть вы не видите ни точки роста для экономики, ни каких-то позитивных вариантов выхода из этого кризиса? Я вижу, что как распределяются деньги в стране, эти деньги мы взяли в долг, и никто внятно не может ответить, как мы потратили 4 миллиарда, хорошо, там 280 миллионов дали болтику, там какие-то маски закупили, там средства дезинфекции, там дали какие-то маленькие пособия за простой, да, и так далее. но это не те деньги, да, которые потрачены, а где же все остальные? И так как у нас, да, я всегда говорю, если политики не может внятно отвечать за деньги, за все, что связано с финансовыми ресурсами, значит, они врут и считают всех других дураками, да, и так как они считают население глупыми, дураками, что они могут творить с миллиардами все, что хотят, эти деньги не доходят до реального сектора, для реальных нужд наших жителей, но я скажу одно дело, самое смешное будет, да, конечно, что эти миллионы, они не могут просто как-то легализировать, поставить там потом в банк, что-то приобрести, ну да, их можно там где-то отмыть, поставить в тумбочку, но самое смешное будет, когда они с этой наличкой останется, сделает вот эти большие дяди новый ход и просто отменит наличные, да, и тогда вообще будет очень смешной ситуацией со всеми большими украденными деньгами. Интересно, да, вот и этот взгляд тоже, спасибо большое, Игорь Смэй, у нас был на прямой связи посредством Зума, спасибо большое, не переключайтесь, после паузы, выпуска новостей мы снова выйдем в эфир уже с новым экспертам, большое спасибо.